В течение двух дней ведущие специалисты обсуждают вопросы комплексного подхода к организации и проведению лапароскопических вмешательств, внедрению все более совершенных инструментов, технологий и методики освоения работы с большим количеством сложного оборудования. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием студентов, интернов, ординаторов и молодых специалистов «Инновационные подходы к этапам формирования врача-хирурга» – одно из самых значимых мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации. Во второй день конференции состоялась показательная операция на лабораторном животном с трансляцией из операционной ветлаб в режиме реального времени. Прямо сейчас в ветеринарной лаборатории Рязанского государственного медицинского университета проходит мастер-класс от создателя научно-практической школы лапароскопической хирургии Константина Пучкова. Безусловный авторитет в оперативной урологии и гинекологии лапароскопической хирургии хирург с мировым именем Константин Викторович сегодня делится секретами мастерства с рязанскими интернами и действующими медиками. Ряз ГМУ – третий в России вуз, где существует многопрофильная образовательная площадка, позволяющая провести полный доклинический этап подготовки хирургов различных специальностей. И студенты Ряз ГМУ, и студенты интерны, ординаторы других медицинских вузов, а также практикующие врачи могут оттачивать профессиональное мастерство на базе Рязанского медуниверситета. Мы сейчас находимся в лаборатории ВЕТЛАП Рязанского государственного медицинского университета. То есть это лаборатория создана для оперативных вмешательств на животных, но это не ветеринарная служба, это лаборатория для подготовки врачей-хирургов. У врачей-хирургов есть несколько этапов, то есть это развитие мануальных навыков как на сухих бляжах, так и на живых тканях. То есть вот как раз последним элементом в обучении является ВЕТЛАП лаборатория, где можно, вот вы видите сейчас, животное заинтубировано под общим обезболиванием, находится полное моделирование операционное, как это происходит в жизни. Дальше хирург работает, глядя на экран, и врачи отрабатывают мануальные навыки именно теми инструментами, вы видите их здесь у нас на операционном столике, то есть теми инструментами, которыми мы работаем в живой хирургии, в больнице, в клинике. По оборудованию и оснащению операционная представляет собой почти полный аналог операционной в клинике, что позволяет обучающимся приобретать опыт фактически в реальных условиях. Операционная ВЕТЛАП открылась в ноябре, и Рязанский медуниверситет стал третьим вузом в России, где студентам предоставлена возможность оттачивать практические навыки на органических тканях. Значимость очень высокая, поскольку здесь приходится выбирать, или мастер-класс будет на животном, или сразу на человеке. Естественно, лучше отточить технику, какой-то прием на животном, уже потом полностью вооружившись знаниями, умениями идти к человеку. Действительно, свинья во многом, ну практически 100% по некоторым органам восполняет, практически напоминает анатомию человека. Поэтому все операции выполнены на мини-пиге, в данном случае тождественные операции на человеке. Можно еще раз вернуться сюда, для надежности. И теперь между ними, уже в режиме резания, пересекляем сосуд. Операция длится уже более часа. Он показал уже два базовых навыка. Это кишечный шов лапароскопический, резекцию прямой кишки. И по просьбе коллег из зала, он уже сейчас показывает удаление почки, нефрактомию. Примечательно, что Рязанский медуниверситет выводит качество подготовки медицинских кадров для нашей области и тех регионов, где нет медицинских вузов, на новый уровень. Врачи любого хирургического профиля могут оттачивать здесь свое мастерство и делать это на самом высоком уровне. Цикл подготовки врачей хирургических специальностей теперь получается полным. И непосредственно с больными начинают работать молодые специалисты, имеющие высокий уровень теоретических знаний и практической подготовки.